Сегодня видеоролик решил записать немножко не совсем на обычную тему. Ну, конечно, по двигателям, но не совсем обычной. Мне человек прислал вот такую головку. Сейчас я просто покажу в сравнении. То есть, например, свечка зажигания для масштаба. Все смотрели, видели свечки. Вот это вот головка. Головка с мопеда. Так, значит, двигатель 70 кубов, четырехтактный, 139 QMB, если я не ошибаюсь. Так, значит, в чем проблема? То есть, я сразу говорю, то есть, я вот такие вот работы по мопедикам, мотоциклетным головкам я не беру. Ну, просто не занимаюсь этим делом. Вот, но, значит, я с человеком поговорил. Он сам из Крыма, город Саки, его Сергей зовут, так. Значит, ну, он там занимается вот этими вот всеми делами мотоциклетными, так. Значит, проблема в том, что вот эти вот головки, обычно, необычно, то есть, сколько он интересовался, их никто не берется ремонтировать. То есть, просто покупается головка в сборе с клапанами, со всеми делами, поставил и забыл. Но, они изначально с завода даже новые. Во-первых, тут никто не нарезает фаски, три штуки, как надо, завод. И они с завода уже идут с перекосом. То есть, клапан ставишь и видно, что... Ну, вот тут вот он направляющие менял, ему надо приезжать. Но даже на новых головках клапан ставишь, все равно там... Сейчас мы попробуем показать. Я надеюсь, может быть, может быть, будет и видно. То есть, вот он у нас свет, как я показывал ранее, на свет, просвет. Вот там вот есть, вон она, маленькая щелочка, видно, что там просвет. Вот он. Раз, раз. В общем, есть. Так. Они даже новые, все вот эти головки, они идут привязанные плохо. То есть, они не герметичные все. И человек меня попросил помочь ему с этим делом. И, честно говоря, я вот за такое не берусь. Но мне просто стало самому интересно. Почему? Потому что тут очень маленькие клапана и диаметр ножки клапана 5 миллиметров здесь. Здесь клапана, так. То есть, если брать New Way, например, или что-либо подобное, аналоги, там самый минимальный диаметр пилота это 6 миллиметров. То есть, ниже 6 там нет. Поэтому пререзать вручную такие головки, в принципе, нет возможности. Просто нечем, не на что фрезу поставить. Можно это делать на станке. Но, сами понимаете, то есть, на станке заниматься этим особо смысла нет. Так. И, значит, по итогу, ну, у меня, как у правильного рок-н-ролльщика, есть все и сразу. Дело вот в чем. Значит, после замены направляющих, клапана здесь новая. Направляющие я прохожу. Развертками я показывал. И когда-то, когда у меня была возможность заказать вот такие развертки, я заказал и на 5, и на 4 миллиметра. Значит, 5-миллиметровые. 5-0. Направляющие, которые здесь... Ну, Сергей их сам поменял. Так. Я просто должен привязать их. Значит, сами направляющие, они должны... Ну, то есть, они имеют с завода 5 миллиметров, но после запрессовки она немножко садится. И получается, что в начале и в конце она там 5 миллиметров, а посередине она чуть меньше. То есть, надо пройти их нормально разверткой, чтобы они были ровные. Ну, я их уже прожрелся. То есть, я просто показываю, что развертка здесь проходит. Отлично. Кстати, вот у меня для разверток такая вот планка, когда там не показывал нам... травников NN. Это от деда у меня еще досталось. То есть, специально для... Ну, тут подписаны все размеры. То есть, куда-что. Вот. То есть, где-то у меня тут 4,5. Есть 4,5-4 миллиметра. То есть, удобная фишка, когда там дед сделал. То есть, 5 миллиметров. И сами клапана... Ну, замерять я не буду. Я уже показывал неоднократно, как это делается. Диаметр выпуск у нас имеет 5. Выпуск у нас имеет в минусе 5 соток. То есть, 4,95. Так? Ну и впуск... Вернее, впуск имеет 4,95. А выпуск имеет в минусе где-то 5,5 до 6 соток. То есть, установочный зазор получается 5 на впуск и где-то 6, допустим, на выпуск. Вот. Ну, по заводу это норма, потому что двигатель все-таки воздушного охлаждения, чтобы он не перегрелся, не заклинил. Вот. Это раз. И, ну, во-вторых, самое главное, почему зазор здесь сделать теоретически можно и 3 сотки. Но при резке и притирке, то есть, вся эта вещь очень маленькая. То есть, клапан. Седло тут, кстати, клапан 16,2. Вот я мерил. Или 16,1. Выпуск. И седло внутренним диаметром. Сейчас ещё раз скажу. 13, по-моему. И даже 12,9. Ну, короче говоря, тут 13, где-то 13 миллиметров. Внутренний диаметр седла. То есть, всё это дело очень маленькое. Если сделать маленький установочный зазор, то погрешность, вот когда я рассказывал в предыдущих видеороликах, по ремонту головок, то есть, когда будет клапан немножко несоосно будет седло прирезано, оно в любом случае будет иметь какой-то маленький перекос относительно направляющей, в любом случае. То есть, он просто не сядет на место. Так, но хочу уже показать вам, что вот выпуск, вот он блестит. Я его уже прирезал 45 градусов. У меня есть конусный пилот. Значит, вот эти вот пилоты, 5, у меня есть 5, 5,5, 6,5, а, и 6 миллиметров. Вот это вот дело я специально когда-то заказывал для ремонта головок 1,6 Opel. У головки эти на Opel Astra идут, там на Chevrolet, вот славно Chevrolet. Ну, в частности, на Opel Astra там 5 миллиметров клапана. На Lexus 5,5. Ну, любят они такие размеры. Вот. И, как вы понимаете, то есть, 5,5-5 таких нету в природе. Вот просто так пошёл, купил пилоту. Поэтому этого никто не делает и никто за это не берётся. Так, ну, у меня здесь пилот, он как раз под размер пятёрку. Сейчас мы покажем всё это делая. Вот он у меня туда конусом вставляется и вот он. О! Доходит до упора и заклинивает. То есть, он там сидит нормально. Ну, видимо, может сегодня фонарик я правда забыл дома. Вот оно. Так, теперь, что самое интересное, я уже предварительно прирезал. Так, это у нас 45 градусов. То есть, я ножи максимально выдвинул. Причём, хочу заметить, что я их выдвинул настолько максимально. То есть, у меня другой пилот там просто вполне. То есть, когда его засовываешь, ну, это я обратной стороной. То есть, нож, он фактически почти, ну, не почти, конечно, он не контактирует с пилотом, но очень близок к этому. То есть, ещё дальше их сделать просто физически нельзя. То есть, флизой туда никак не подлезешь. Но сегодня такой ремонт у меня в руках, потому что у нас на стенд всё это дело повесить проблематично. Ну, точнее, даже не то, что проблематично. О! У тебя так, чтобы удобно было. Вот. То есть, не то, что даже проблематично. А, ну, зачем у меня стенда нету. То есть, дело то есть. И вот этого дело, хочу заметить, то есть, вот я его чуть-чуть уже прорезал. Сейчас я просто обновляю его. О! Фаску так. Ну, это просто я вот для видео ещё раз поправил. То есть, вот она фасочка. Я надеюсь. Вот. Ну, она широкая, естественно. Так. Ну, а теперь, чтобы её заузить, мы берём фрезу в 60 градусов. Одеваем её. То есть, тут тоже ножи у меня на пределе я их выпустил. Вот мы её одеваем. Вот. Надеюсь, видно здесь будет. Так. Сейчас мы. Ну, короче, ирония в том, что она туда не залазит. Она здесь плохо видно. Она, в общем, туда не залазит 60 градусов. Поэтому на выпуске сделать 60 градусов я не смогу здесь. Ну, то есть, даже инструмент просто не позволит. Но, в принципе, 30 градусов пройтись и заузить фаску этого будет вполне достаточно. Ну, естественно, конечно, то есть, почему я говорил, что зазор меньше 5-6 соток делать не нужно. То есть, вот я фрезу ставлю так. Ну, как не крути. То есть, маленькие размеры, изготовить что-то мега точно. То есть, ну, ну, буквально маленький какой-то люфтец. То есть, у меня тут между фрезой и пилотом тоже пару соток есть. Ну, тут вот, по-моему, зазор даже чуть больше. Кстати, вот Нью-Вэй, вот он, одна фреза на пилоте сидит легко, свободно. А мы берём, например, другую в 30 градусов. Вот, мы её одеваем, а он сидит уже... О, тут зазора нет. То есть, это даже не качество изготовления пилота. То есть, у меня человек делал, так как я ему говорил, размер, так он не делал. То есть, это вот такие классные фрезы. Нью-Вэй делал так. 45 градусов. Теперь, сейчас мы... 30 градусов как-то только что показывал. Я не сказал. Тут ножи стоят большие. Тут надо будет... То есть, тоже её ставишь. То есть, ну, никуда оно не залезет. Надо ножи поставить маленькие 45-градусные фрезы, чтобы выполнить подобную работу. Ну, и теперь мы впуск. Прирежем. Сейчас вот сюда... О! Пилотик туда встал. То есть, всё это дело, в принципе, можно выпадать. То есть, о! Так. И делаем сначала буквально... Вот пару оборотов я сделал, чтобы показать, что вот оно. Касание. Вот снизу там есть касание. Вон оно. А сверху там ещё касания нету. То есть, оно такое косое седло. В любом случае оно косое. Как в старые добрые времена, в молодости, когда стенда у меня не было, ничего не было. В руках делал головки. Но тут особо выбора просто нету. Главное здесь... Кстати, сведла режутся здесь отлично. То есть, не надо прикладывать каких-то больших усилий. Вот, кстати, здесь более видно наглядно. То есть, смещение здесь получается... Вот он, где он собака. Вот снизу там большое касание. Сейчас, наверное, не видно. Я сейчас пилот вытащу просто, чтобы... Вот, кстати, пилоты конусные, их можно вытаскивать, вставлять сколько угодно. Никогда не собьётся центр. То есть, ну, вот видно, что внизу воно есть касание. А сверху, ну, там почти его нету. То есть, ну, хороший такой перекос. Ну, на новых, как Сергей говорил, на новых головках, оно тоже не отличается особым качеством. Ну, и притереть вот это вот дело, вы просто, ну, никак это не сможете притереть. Потому что там такой перекос здоровый. То есть, у вас разобьется там и клапан, и седло просто расклепается всё это. О! Вот теперь у нас есть касание. Паска по всему седлу. Ну, она, естественно, получилась широкая. Вон она, ну, везде есть хорошее касание. Так, попробуем теперь сделать... Вот я только выпуск здесь до этого перерезал. То есть, ну, предварительно. Впуск я ещё даже не пробовал. О! А здесь во впуск фреза входит. Ну, там, конечно, на самых-самых-самых таких... Не знаю, видно, наверное, не видно будет. На самых-самых таких мелких парах. Ну, то есть, самым кончиком, самым-самым кончиком туда заходит. Сейчас, надо тут, главное, ну, по чуть-чуть, чтобы не снимать. А ну-ка, посмотрим. Чего у нас тут? О! Сейчас покажем. Сейчас покажем. То есть, специально по чуть-чуть его нарезаю. Вот здесь вот внизу, вот в районе между перемычками, между сёдлами, я думаю, там будет вон такая грубоватая поверхность. Ну, то есть, она только-только начинает его брать. Вон она. О! Вот сейчас, я думаю, видно. Так, это уже, говорится, хорошо и неплохо. Ну, теперь... Теперь... То есть, у меня 60 градусов всё берёт. Теперь надо нам... Магнитная отвертка стала. Теперь нам надо ножи поменять. Всё это дело... Хочу оставить в видео для того, чтобы, ну, показать, что такая работа она... Вот она, тридцатка. Сейчас я ножи отсюда вытащу. Ну, нож, вот, тридцатый нож, с тридцати градус, но он чуть-чуть длиннее. Надо на неё поставить короткие ножи, чтобы тогда можно будет уже сделать фаску. Хотя, что-то я так посмотрел сейчас более внимательно. Но, может, туда, конечно, и не влезть так, как хочется на первый взгляд. Так, ставим наши ножи. Где оно? Так, ну, вот, на меня на тридцатке ножи я поставил. Теперь бы их отрегулировать. То есть, вот он у меня пилот. Как я их регулирую? То есть, мне надо, чтобы они максимально ушли к центру, чтобы они не торчали по краям, не задевали алюминий. То есть, ну, вот я их расслабляю, подвигаю к пилоту. Туда. Кстати, вот эти винтики затягивать сильно нельзя, чтобы не сорвать. Ну, там же, резьба нежная. То есть, ну, вот оно получается максимально к пилоту. Так, ну, и попробуем теперь хотя бы на впуске сделать 30 градусов. Так, вот оно туда заходит. Смотрим, будет ли оно цеплять алюминий. Да. Да. Наверное, таки будет цеплять алюминий. А ну-ка. Ну, я чувствую, что оно алюминий цепляет. Всё-таки не подлазит фреза. Вернее, не фреза не подлазит, а ножи, получается, ну, они слишком большие. Сейчас. Ну, вот здесь вот видно, что алюминий он немножко по краям задевает. Ну, ладно. Сергей сказал, что если с головкой не получится, то есть, он говорит, не переживает, говорит, ну, если металлолом, так металлолом. Тут же интересно сделать и добиться некоего результата. Это же дело интересно. Интересно. Ну, вот, то есть, тут уже 30 градусов появляется на седле, но из-за того, что фреза ножами... Сейчас я ещё отдельно покажу. Из-за того, что фреза ножами цепляет алюминий, ну, во-первых, надо с маленьким усилием всё делать, делать, делать. Потому что можно нож сломать, он же как в кашу входит в этот алюминий. Ну, и постоянно, после каждых пару оборотов, прочищать стружки. Это, конечно, неудобно, нехорошо, но, чтобы добиться результата, уже, как говорится, один-единственный раз можно и... О, так я скажу, сказал бы, что светло здесь, в принципе, прорезается довольно-таки намного легче, чем я предполагал. Так, вот, смотрите, у нас уже вырисовывается. Ну, вот, фаска в 30 градусов у меня получилась даже большая. Вот она, какая большая. Надо будет ещё 45 еще навести. Вот тут, я надеюсь, будет видно. То есть, вот она первая, это 30 градусов, потом 45, и там в начале чуть-чуть 60. То, что не пошло. Так, ну, посмотрим хоть по клапану. Всегда вот в таких вот работах не ленитесь прикладывать клапан и смотреть, чтобы фаска была. То есть, ну, вот, я хочу заметить, что... Сейчас мы так вот прибьём. То есть, получается 30-ти градусная, так? Вот она. И вот там вот, вон она, начинается 45. То есть, то, что 30 такая получилась большая, это очень даже правильно. Она такая большая и должна быть. Так. Ну, а теперь надо фаску нам заузить. Она такая большая. Сейчас я скажу, сколько она получилась. Она ещё и притрётся. Тут вообще её надо делать меньше единицы, что она притрётся. И здесь она у меня вот штангеном так навскидку. Так, соскочил у меня штанген на вскидку. Но она получилась где-то 1,6. Но всё равно она выглядит визуально больше. Ну, потому что она больше выглядит в сравнении с остальными фасками. Так. Ну, а теперь мы её немножко заузим шестидесяточкой. Так, чтобы... Главное... Главное здесь не переуседствовать. Сейчас я ещё немножко её подрежу и покажу, что у нас такой результат получился. Я хочу заметить ещё... Я хоть и режу, но я без усилия... То есть, я не давлю туда фрезу. То есть, я буквально придавливаю её чуть-чуть. Единственное, что шестидесят получается не очень красиво. И сейчас я объясню почему. Дело в том, что я когда в предыдущих видеороликах, так, касающихся ремонта головок, я рассказывал, что у него есть такая... Ну, чтобы не сказать фишка или болезнь... Вот если эти ножи поставить на одном уровне по высоте... Ну, то есть, в частности, я их по одному на одном уровне поставил, чтобы по высоте они были... Ну, то есть, максимально мне туда ушли... То они, из-за того, что они имеют вот такую вот специальную технологическую насечку для пререзки... Вот она здесь... Сейчас мы фокус поймаем... Вот она эта насечка... В районе вот этих насечек нам оставляет полосы такие... Нехорошие... И это дело, конечно, несколько портит... Подпорчивает картину... Сейчас я покажу... А если их развести по-нормальному, он просто может не достать их... Вот она фаска получилась... В 60 градусов... Да, вот можно заметить, что там ступенька есть... Мне это не нравится... Сейчас попробуем это дело всё исправить... Попробуем всё-таки ножи немножко развести... То есть, чтобы они давали чуть-чуть фаску... Ну, не такую корявую... Ну, 45 придётся навести... Вот тоже, то есть, такие особенности ремонта подобных изделий... Сейчас мы... Так... О! А всё-таки можно было всё и сделать... Это я зря испугался, что она туда не залезет... Тонкая-тонкая-тонкая... Ещё надо тридцаточку здесь... Сейчас я подправлю немножко тридцаточку... Конечно, надо её чуть-чуть... Значит, хочу заметить следующее... При нарезании фасок подобных... Это, кстати, не только касается маленьких... Особенно маленьких клапанов... Но... Бывает такое, что заводские пилоты, которые продаются... Ну, вот фрезы, как я только что показывал... Они имеют... Ну, люфт небольшой... То есть, вот его ставишь сюда... Ну, так на камеру, конечно, я... Ну, вот... Есть такой звучок... Ну, то есть, люфт здесь есть... На какой-то больше, на какой-то меньше... Так вот, при нарезании фаски иногда приходится перегибать в какую-то сторону... То есть, в какой-то стороны получается фаска чуть шире, а в какой-то чуть тоньше... Вот там, где шире, приходится немножко давать усилие в сторону... Это, конечно, болезнь самого уже изготовления... Но, к сожалению, от этого никуда не уйдёшь... Так... Вот оно... Всё получилось у нас... Так... Смотрим... На результат... Ну, конечно, на камеру... Наверное, хреново будет видно... Но... Попробуем... Попробуем... Попробуем мы показать... Сейчас... Вот так вот... Вот... Я хочу заметить, что... Возможно, вот так даже лучше будет переливается... Ну, в общем... Фаска вот внизу хорошо видно... Вон она грубая 60-ка, сверху 30-ка, а 45-ка получилась очень-очень-очень тонкая... Так... Вот... Сбоку она, сбоку... Она везде такая идёт... Сейчас мы так... Пробуем... Фокус чуть... Вот она... Она везде такая... Ну, не знаю... Может, она с этой стороны так переливается... Как-то... Видно не очень... Хотя... В общем... Тут, наверное, не очень видно... В общем, фаска получилась очень тонкая... Ну, если сравнивать с заводскими требованиями... Если быть точным... Сейчас попробуем замерить... Ну, это, конечно, такой... Замеривающий глаз... Ну, она получилась где-то... Хотя, не такая уж эта... Где-то 0,8-0,7 получилась... После этого... Клапан можно притереть... Она расклепается как раз там до нужного... Там, единицы... Там, 1,2... И будет... На довольно продолжительном времени... Сейчас... Попробуем на выпуске... Навести... То же самое... Так... Наш пилот... И... Тридцатка... Ну, что-то мне кажется, что на выпуске это будет сделать... Наверное, еще более нереально... Чем на впуске... Главное, посмотреть, чтобы фреза случайно... Ножом не задела... Соседнее седло... А то... Смысл ремонта тогда... Улетучится... Ну, да... Вот он... Транс-скотиновый алюминий... Закусывает здесь... Ну, посмотрим, что у нас получилось... Да... Ну, вот видите... То есть... Седло очень маленькое... Оно в алюминий его закусывает... Он... По краям... И... Получается, конечно... Далеко не то, что нужно... Ну, ладно... Сейчас попробуем... Хоть алюминий... Не алюминий... Сделает она... То, что в головке будут такие проточки... Получится... Это ничего страшного... То есть... Головку можно всегда немножко фрезернуть под степень сжатия, если... Она упадет... Ну, на таких, конечно, малых объемах это... Довольно критично... Так... О! Вот смотрите, как у нас тут... Все получается довольно-таки неплохо... То есть... Вот она... Проточка... Ну, такая... Ну как проточка... То есть... След контакта... С фрезой... И вот... Снизу... Сейчас я даже вытащу... По такому поводу... Пилот... Я хочу... Просто показать, что снизу... Уже есть... 30-ти градусная фаска... Сейчас мы сейчас... Я надеюсь... Отфокусируемся... Может быть... Тень... Вон она... Вот я думаю... Видно сейчас... Вон она... Переливается немножко... Так... Единственное, что... Фаска... Ну, она тут... Касание есть... В принципе... Так... Почти по всему... Периметру... Но надо ее чуть-чуть... Увеличить... Чтобы фаску рабочую сделать... Чуть-чуть уже... Конечно, это... Больше напоминает... Такие конкретные... Изгуивания... Чем... Полноценный качественный ремонт головки... Но, тем не менее... Вот... Так, хотя бы, можно обеспечить герметичность... Герметичность... Клапанов... Но... Если этого не сделать... То... Если этого не сделать... То... Мотор будет работать... Плохо... Кстати, мне... Мой товарищ... Рассказывал один... Что... Он когда-то делал головку на... Мотоцикл... 250-ку... Японский какой-то... Четыре цилиндра... 250 кубиков... Так вот там... Ну, 16-клапанный... Ну, так там у него фрезы просто не подлазили... Он... Хотел себе заказывать... Малую серию... Еще более уменьшенную серию... Нювея... Так... Что-то тут... Ага... Все вроде нормально... Сейчас еще немножко... Подрежем... И попробуем это дело... Подтереть немножко... Тирануть... Ну, в общем... Вот она... Вот он готовый результат... Это лучшее, что можно сделать... Вот они... Наши седла... Получились... То есть... 60 градусов я на выпуске сделать не смог... Паска, конечно, чуть-чуть шире, чем на впуске получилось... Но, тем не менее, это лучше... Чем ничего... Так... Ну и теперь, естественно... Что мы сделаем... Мы притрем... Клапана... Этого я уже как-то показывал... Использую... Ну, вот у меня этот... Золикс... Паска... Оно, в принципе... Не такое уже... Чем-то отличается... То есть... Эти Золиксы... Все это... В принципе, одно и то же... Ну, начнем, наверное... С выпускного клапана... Так... Конечно, на руках неудобно... Вот... Прежде чем притирать клапана... Я его... Сольвент... Ну, у меня тут просто пасочка есть... Баночка... Она удобная... То есть... Она маленькая... И большой диаметр... То есть... Клапан засунуть... Я его протираю сольвентом... Ну... Обезжирю... Убираю... Все, что есть... Так... Новый клапан... Вот так... Немножко так... О! Ну... Я уже как-то показал... То есть... Вот он такой... Маленький... То есть... Наносишь чуть-чуть... И оно получается... Все равно много... Так... Пасты... Вот оно наносится... Все это дело... На клапан... Так... Вставляем его... Раз... Присосочка... Продаются такие... Так... Ну... Конечно... Неудобная... Сама по себе... Присоска... Надо... Кстати... Присоску... Тоже... Иногда я сольвентом ее... Протираю... Чтобы она была... Обезжирить ее... Чтобы... Более-менее... Сухая была... О! Ну и... Ага... Вот она... Не хочет... Не получается сделать... Нормально... Придется с дедовским методом... Вот она у нас... Например... Вакуум-корректором... Так... Сейчас мы его только обрежем... Например... Неудобно... Это... То есть... Вся... Беда в том... Что... Неудобно... Конечно... Так... Его... Делать... Какую-нибудь... Шпильку... Паста... Притирочная... Заверяю вас... Никуда не денется... Оттуда... Вот... Памы... Тоесть... Вот... Международный для маленьких попадов... Поэтому... Горолю сbit... И в её конечнии... А, конечно неудобно... Хотя... Хотя... Счетки... Можно... Ну что... Выкрывать... О! Укрыть... Укрыть... Дастудне... так мы посмотрим хочешь у нас тут получилось то хотя бы клапан начнем хотя бы с клапана если тут что-либо похожее на фаску ну в общем есть у нас тут нечто похожее на фаску но они посередине как обычно из-за того что я не мог навести угол она ближе к внутренней части так теперь берем наш так ну вот она в принципе фаска так есть то можно еще чуть-чуть дотереть ну я постараюсь чуть позже показать более крупным планом так тут съесть то есть следы притирки касания есть везде хотя знаете не надо тут даже ничего больше делать то есть я уже как в предыдущих видеороликов роликах рассказывал что смотрится след касания по наличию характерных таких полосок по всему силу то есть если где то есть полоски а где то их нету то там их нету это значит в этом месте клапан плохо контактирует так но здесь здесь есть везде эти полоски так сейчас попробуем сделать проверку боем если конечно кстати вот да не сказал рассухарить их было легко эти клапана тут кстати двойные пружины стоят вот раз еще и сальники есть клапанов но это так сказать позже уже будет так вот он у нас клапан засухаренный так теперь попробуем проверить герметичность где мой чайник проверим его на герметичность при проливке то есть важно то есть вот он засухаренный я беру молоточек и я буквально вот чуть-чуть бью по клапану чтобы сымитировать его жесткую посадку ну не жесткую посадку довольно большую серьезную посадку в седло так далее вот он ну чайник у меня с сольвентом с они я уже как-то показывал предыдущих видеороликах то есть я заливаю это дело в сам канал и смотрим на клапан сейчас мы поднимем камеру смотрим есть запотевание есть о ну в принципе то есть вот то что сейчас есть даже запотевание вот она маленькая вообще по ну вот я немножко пальцем то есть это считается даже нормой то есть все это дело считается сюда допуском и это самое вот но единственное что то есть запотевание есть это значит можно его немножко еще и прийти притереть ну чтобы уже если делать нормально было ну раз надо еще немножко его дотереть тогда можно уже просто очень неудобно от руки я толком там усилия на ну никакого равномерного сделать не могу можно его шуруповертом притереть но опять же таки то есть вся как говорится в народе фишка так в том чтобы создавать правильные условия то есть обороты должны быть маленькие и нужно его все время с одной стороны пальцем то есть придерживать и чтобы он туда-сюда 1 рабочий экземпляр так ну то есть буквально немножко его попритирал этого вполне должно быть я я я думаю этого уже должно быть вполне достаточно сейчас потому что если сильно его но переусердствовать затирания можно конечно и сделать хуже так ну на клапане уже здесь фаска более такая четкая хотела тоже клапан вроде бы шок новую тоже вот за части блин балдею с этих запчастей вот она фаска так и в одном месте вот на видно что блестит вот что это такое то есть я так понимаю он меня потек первый раз не потому что я к седлу его плохо притер к седлу его я так понимаю потерь его нормально на клапане на фаске там какая-то бородавка была то есть что это такое вот причем сказать что его могли ударить при транспортировке или я его мог случайно там вот у меня упасть ну вы знаете так чтобы ударить клапан то есть это от просто и сиды же он упадет у вас на бетон или на асфальт со стола ничего ему не сделается и вот там надо именно так ударить конкретно то есть лупануть чтобы получилась такая получилась такая вот штука смотрим ну вот теперь вот это вот уже наша фаска ну она матовая по всей окружности там есть у нее касания полоски это наверно не сильно будет видно но в общем еще сфотографирую это дело вот тут в общем полоски есть везде ну конечно то есть видно что фаска стало чуть шире чем было до этого так ну а теперь попробуем сделать впуск вот впуск интересно он у нас на присоску залипнет или не сейчас мы еще и прольем все это дело просто уже начал притирать так вот он впуск есть залипает хорошо это уже хлеб так есть так а ну ка что ш тут он хотя бы ш конечно так клапана притирать лучше всего всегда слышишь звук так смотрим чего у нас тут получилось так сам клапан уже до меня сергей притирал немножко ну то есть то есть фаска имеют она сама по себе такая уже матовая вся но хотя тут видно где касание так попробуем это показать видно конечно касание здесь я надеюсь будет видно что она на конце ну над и на краешке вот она ну как я не думаю отличается она так дальше наш берем головку нашу сорвент конечно лучше всего это дело убирают ну по крайней мере он лучше всего почему то что он испаряется сразу же то есть он такой летучий фракция летучие он быстро то есть он пыша соляркой можно бензином соляркой но все равно там каким-то какие-то разводы жирные будут медицинским спиртом это больно жирно протирать так значит смотрим начала я посмотрю на фаску вообще что у нас получилось но смотрите вот она вся фаска вот она так видно матовая по всему седлу о я думаю хорошо видно то есть вообще вообще вот по опыту исходя что когда есть я уже рассказал то есть когда касание есть касание след характерный то клапана я лично не проливаю то есть проливаю я только для того чтобы убедиться в каких-то нюансах вот например как с этим выпускным клапаном нет это не этот клапан вот он ну вот то есть вот это какой-то там циаткой на нем в принципе то есть это сейчас если собрать это будет герметичная головка то есть хочу также заметить что если вот даже то что было у меня здесь перед этим то что я показывал меня выпуск немножко запотел по инструкции это дело вкладывается в допуск причем самое там жесткие допуске потому что процесс происходит быстро в двигателе даже на холостых и считается что там какая-то мелкая погрешность не может никак повлиять на исходный результат так но теперь как я и обещал смотри и справились без засухаривания вернее без этого без засухать ну вот у нас клапан так вот я его то есть хочу ну то есть заметить то есть вот он работает пружина теперь мы его опять же сымитируем жесткую посадку ну не жесткую посадку а просто сымитировать чтобы он занял свое место в в седле заливаем наш сольвентар о так смотрим из сухо все ну там может быть какая-то какое-то мелкостное мелкостное запотевание и буду нету ничего ну в общем его не видно не ну там может какой-то быть мелкостное запотевание но она пришлёпается да она пришлёпается но в любом случае должно немножко преработаться то есть вот сутками ждать не надо то есть нету ничего ну и как говорится слава богу и слава богу те даже вот единственное что у меня на ногти буквально там маленькая маленькая запотевание но это все дело блин я разлил уже по головке но это все дело вдов в допуске она все должно там пришлёпаться и нагаром и все остальное ну впуск честно проливать я поверьте мне на слово он не будет течь он нормальный будет клапан просто ну не засухаривать там с батьком засухаривать это руками скажем так на фряжно западло да можно и так сказать ну и собственно говоря весь ремонт головки то есть мы сейчас ее просто соберем с сальниками здесь нам сергей сальники прислал ну тут для этого двигателя я отправил назад в крым головку в конце хочу лишь еще раз добавить что я не занимаюсь я не берусь за такие работы мне просто было интересно то есть могу ли я своими инструментами прорезать вот такую головку ну то есть считается это ширпотреб такой который никто не делает ну как выяснилось могу но убраться за ремонт таких подобных головок я я не берусь у меня нет просто ни времени ни желания честно вам говорю вот но вот такой вот интересная такая интересная деталь на этом все благодарю за внимание